Какие рекламные инструменты помогут тебе выйти в топ на Яндекс.Маркете в 2024 году? А какие за последние полгода и вовсе устарели, не приносят результата, и их не стоит использовать? В этом видео мы поговорим о том, как выйти в топ на Яндекс.Маркете с помощью рекламных инструментов, поэтому обязательно досматривай это видео до конца. Меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про Marketplace. Поехали! Первый и главный инструмент на Яндекс.Маркете — это тот самый постпродаж. Мы говорим про него достаточно часто, почти во всех видео, потому что с ним тоже нужно научиться пользоваться. Для начала, буст-продаж — это что-то похожее на продвижение в поиске на Озон. Так, моя аудитория в основном торгует на Озон. Хочу вот в этом ключе, чтобы вам было немного более понятнее. Только это, в отличие от Озона, Яндекс.Маркете — главный инструмент продвижения. И теперь представьте, то есть и продвижение в поиске, и буст-продаж в нашем случае — это такая вещь, которая в целом не может завести вас в минус. Это реклама, которая вин-вин на обоим сторонам, то есть и тебе, и Marketplace. Почему? Потому что ты платишь фиксированный процент от стоимости товара за рекламу, взамен на это Яндекс.Маркет продвигает его в топ, и ты получаешь свои продажи. При этом даже если покупатель, допустим, не забрал товар из ПВЗ, не забрал к товару курьера, отменил его, отказался и так далее, в отличие от остальных Marketplace, Яндекс.Маркет не возьмет с тебя денег за рекламу. То есть он не спишет с тебя вот этот вот процент от цены товара. Сам же буст-продаж показывается в трех основных местах на маркете. Первое — это популярные предложения. Второе — это рекомендованное в поиске маркета. И третье — это рекомендовательная лента. То есть, по сути, именно из-за этих мест ты будешь забирать на себя основное количество заказов. Но и нужно понимать, что это еще не все. Ведь есть еще такая штука, как реклама на карточке товара. То есть буквально ты можешь даже рекламироваться у своих конкурентов в их карточке. Но тут сразу есть одно «но». Твои конкуренты также будут рекламироваться у тебя. И последнее, что Market сделали совсем недавно, — это буст-продаж за показы. Выглядит так же самое, как обычный буст-продаж, только плачет за тысячу показов. В чем основное преимущество? Когда ты плачешь процент от цены заказа, алгоритмы Marketplace просто могут не понять то, что твой товар готовый покупать. Он будет лежать на дне, и там и останется. Когда мы говорим о бусте продаж за показы, Яндексу все равно, и он покажет тебя просто за то, что им плачешь за показы. Ему не важна твоя конверсия на этом этапе. И если у тебя сработает буст за показы, то тогда сработает и все остальное. Давай посмотрим на моем личном примере. У меня есть буст с оплатой за показы. Мы его специально для теста настроили практически на все товары, которые есть в моем магазине и активно продаются, для того, чтобы протестировать то, как это работает. При этом ставки ты можешь посмотреть абсолютно разные, от 100 рублей до иногда 160. И если мы посмотрим долю расчетных расходов от выручки с бустом, то есть это процент от оборота, который я заплатил за эту рекламу, то иногда мы в буквальном смысле будем видеть, ну, понятно, здесь была одна продажа, но в любом случае 3%, 14%, 1%, 11%, 11%. То есть по большинству товаров на текущий момент буст продаж за показы работает чуть ли не лучше, чем буст продаж за процент от цены товара. Но когда ты будешь его включать, попробуй протестировать примерно так же, как это сделали мы. То есть вначале запустить на все товары, посмотреть, что работает, а что нет, а после чего буквально перейти, посмотреть и понять, там, допустим, здесь у нас пока что не продается. И просто отключить ту компанию, которая тебе не нужна. А также у Яндекс.Маркета появилась возможность экономить с помощью такой опции, как Турбо. Что это такое? Если у тебя есть товар, на котором оборачиваемость 45 дней, стоимость товара от 500 до 1000 рублей, и дополнительным весом до 12 килограмм, а объемом 70 на 50 на 50, то тогда он может получить дополнительные, гораздо более хорошие условия для продажи. Такие как 30% на размещение, а также минус 50% на транзит, то есть между складами, когда ты перемещаешь товар, это называется транзитная поставка, и 50% скидка, это очень серьезно. Ни одна транспортная компания не сделает тебе это дешевле. И самое главное, что когда другие маркетплейсы, допустим, Азон, гонятся за тем, чтобы ты продавал дорогие товары у них, а новичкам это просто невозможно сделать, то Яндекс.Маркет говорит, ребята, мы все понимаем, давайте мы сейчас будем продавать товары, которые, в принципе, подходят для всех. И для тех, у кого не очень большой бюджет, и для тех, у кого бюджет нормальный. И в этом плане эта акция, она работает гораздо лучше, как по мне, чем у остальных маркетплейсов. Да и для того, чтобы ей воспользоваться, тебе необходимо всего-то открыть магазин на Яндекс.Маркете, который будет продавать по FBI и сделать свою первую поставку. А если ты зарегистрируешься на маркете прямо сейчас по ссылке в описании, которую ты найдешь там, то тогда ты получишь дополнительные 10 тысяч рублей в подарок на продвижение абсолютно бесплатно. То есть регистрируешься, делаешь поставку, запускаешь товары с функцией Turbo, и тогда у тебя появляется возможность не просто сэкономить на логистике, на хранении, а в том числе 10 тысяч рублей потратить на эти самые тесты рекламы. И абсолютно безопасно понять, подходит ли тебе Яндекс.Маркет как маркетплейс. Поэтому обязательно переходи по ссылке в описании. Если ты задумывался о продажах на Яндекс.Маркете, регистрируйся, получай свой бонус и начинай продажи. А если пока что не понимаешь, как это сделать, но очень хочется, то приходи к нам на большое обучение по Яндекс.Маркету. Ссылка на него будет там же в описании. На сайте все указано подробно. Здесь коротко, 2 месяца практического контента, более 60 видеоуроков и проверки домашних заданий лично от меня. А теперь давай расскажем тебе про следующий инструмент, такой как полки. Для начала нужно сказать, что полки, опять же, давай будем сравнивать. Это примерно то же самое, что полки, которые были у нас раньше на Озоне. Брендовая полка, сейчас ее нет. Что это такое? Это когда ты гарантированно находишься на первых местах. У Яндекс.Маркета не только на первых местах, но в любом случае чаще всего ты будешь именно там. Платишь маркетплейсу за показы. И, соответственно, он показывает несколько твоих товаров в отдельной ячейке в самом верху и дает возможность тебе гораздо лучше их забустить. У этого есть небольшие минусы. Если мы говорим о продажах через полки на Яндекс.Маркете, то тогда в идеале тебе нужны 4 товара, у которых одна и та же аудитория. Ну, например, это будут 4 отпаривателя с разным ценовым сегментом, с разной ценой. Или же, например, это будут ключи на машину Рено Логан, которые будут с 4-мя разными цветами или 4 разных фасон. Но главное, чтобы на Рено Логан. Потому что полки в основном выгодно делать в том случае, если у тебя есть много товаров, и тогда ты платишь как бы за показы как за один, но при этом у тебя получается гораздо сильнее охват. Ты гораздо проще можешь угодить каждому из покупателей, который будет находить твои товары в поиске. Если мы будем говорить о том, где показываются полки, то это полка в поиске на первом, полка в карточке внизу. Такое тоже бывает. И полка на главной Яндекс.Маркета. То есть здесь есть 3 варианта того, как это будет показываться, но еще есть небольшие правила, которые также нужно знать заранее. Первое. Качество визуального и текстового контента должны быть приемлемыми для того, чтобы это размещение было принято. Далее заранее задуматься над тем, чтобы твои товары были конверсионными, чтобы у них была нормальная цена, нормальная скорость покупки, и чтобы там были отзывы. Опять же, вначале можешь делать просто отзывы за баллы, к счастью, на Яндекс.Маркете они присутствуют. И можно таким образом быстро набить свой рейтинг, а на Маркете из 100 отзывов это уже успех, и ты уже очень легко конкурируешь со всеми остальными. Ну и последнее, что относится к сравнительно прямой рекламе, это баннеры. Баннеры в основном нужны для охватов, для узнаваемости, но точнее для конверсии в моменте, что делают баннеры. Первое. Это нейробаннер, который будет показываться у тебя на главной. Второе. Это видеобаннер. Опять же, если твой товар имеет какой-то красивый видеопромошен, то, пожалуйста, это можно использовать. И следующее. Это баннер-растяжка, тот самый, который показывается на главной Яндекс.Маркете, и может содержать рекламу не только товаров. То есть это просто рекламное место, которое Яндекс.Маркет продает другим селлером и не только. Ну а если у тебя уже свой бренд, серьезная выручка, и ты не только начинаешь, то тогда для тебя подойдут еще и другие инструменты, которые, например, мне вообще не нужны, даже несмотря на то, что у меня оборот вроде бы нормальный. Но, честно сказать, это не нужно тем, у кого нет бренда, это не нужно тем, кто продает товары из Китая. Это в основном для тех, у кого производство, для тех, кто продает товары одного бренда, кто является дистрибьютором и так далее. И одна из этих возможностей это витрина магазина. Выглядеть будет вот так вот. По сути, ты делаешь свой собственный интернет-магазин в рамках другого маркетплейса. В нашем случае Яндекс.Маркет. Чтобы попасть на такую витрину, покупателю нужно просто нажать на название магазина, на странице товара, и все будет окей. Следующее это внешняя реклама. И тут у Яндекс.Маркета есть свой козырь. Это Яндекс.Директ, который является, вот тут боюсь соврать, но либо первой, либо второй рекламной площадкой чуть ли не во всей России. Потому что есть ВК-реклама, есть Яндекс.Реклама, а больше уже никого и нету, года два как. Поэтому мы имеем ситуацию, когда Яндекс.Маркет за счет своей экосистемы дает тебе возможность гораздо лучше рекламировать через внешние продвижения. Например, какие есть возможности? Если покупатель в течение 7 дней после перехода по ссылке на товар и добавления его в корзину не купил его, пожалуйста, покажем ему рекламу. Если вдруг у тебя продается какой-то сложный товар, например. Вот у меня был клиент, который продает трубогибы. Я уже про это рассказывал, расскажу еще раз. У него почти нет конкуренции. Он производитель, он работает по России, он производит свои товары в России. И это сезонный товар, который требует максимума вливания. И, допустим, он не хочет делать свой интернет-магазин. Свой интернет-магазин не всегда выгодно, потому что доставка стоит денег, и на интернет-магазине не будет такой цены, как на Marketplace, как бы не хотелось. И он, допустим, хочет продвигать свои товары через какой-то Marketplace. Пожалуйста, если у тебя аудитория, конкретно, допустим, в Яндексе ищет, как купить тот или иной товар, и это может быть выгодно, то тогда контекстная реклама, ВК-реклама, MyTarget и все остальное, это все вполне себе может работать. Ну и дальше идут инструменты, которые скорее повышают конверсию, но также помогают тебе с продажами. Это и отзывы за баллы, которые выглядят примерно вот так вот в настройках, и отзывы за баллы помогают тебе обменять, по сути, с человеком его лояльность, и не всегда лояльность, но лояльность в первую очередь на то, что ты ему дашь денег. Ну, по сути, это выглядит так. Конечно же, это баллы, их там потом можно потратить и так далее, но в целом это выглядит так. За эти баллы ты заплатишь. Это первое. Второе, это то, что отзывы за баллы могут быть как положительными, так и негативными. Покупатели никто не заставляет ставить тебе оценку в 5 баллов, поэтому можно нарваться, если товар будет бракованным. Не заплатишь за то, что тебе единичек накидает. Ну, в общем-то, работает это очень хорошо, в маркете акций огромное количество просто, поэтому это то, с чем нужно использоваться. Есть как акции, типа бестселлеров, которые напрямую продвигают товары. Наверное, я их могу отнести к продвижению, хоть и все равно такому себе, потому что я не использую акции практически никогда. И есть такие вещи, как флеш-акции, например, купоны, какие-то скидки, 1 плюс 1 и так далее, которые также присутствуют, но по сути, в тех акциях, как по мне, есть только одна цель сделать так, чтобы конверсия возросла. Не продвинуть товар, а вырастить конверсию за счет скидки, за счет каких-то еще дополнительных механик, типа таймеров, карточки товара и так далее. И с этим акции Яндекс.Маркета также справляются неплохо. Если говорить о том, какие инструменты я сам использую в первую очередь, то когда я продаю товары из Китая, а это моя основная деятельность, то тогда у меня, ну, не то чтобы много вариантов. То есть из всего озвученного, конечно же, мне нужны обычные бестпродажи, бестпродажи за показы. Иногда я использую полки там, где это необходимо, то есть там, где у меня есть возможность купить их в плюс. Дополнительно, конечно, я использую отзывы за балл на каждом товаре. Я иногда использую акции, хоть и очень нечасто. Ну, вот это такой стандартный набор человек, который продает товары из Китая. А о том, какой у тебя набор, напиши обязательно в комментариях под этим видео. А мы с тобой увидимся уже в следующем. Последнее видео доступно здесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok